Добрый день! С вами подкаст про Большой Город и его ведущая Екатерина Данилова. Сегодня мы говорим о москвичах старшего поколения и программе «Московское долголетие». Столица входит в тройку лидеров по продолжительности жизни среди регионов России. В Москве проживают около трех миллионов человек старшего возраста, а более четырех тысяч из них перешагнули в 80-летний рубеж. Свыше тысячи отметили столетний юбилей. С чем связан этот успех и какова заслуга программы «Московское долголетие»? Об этом мы говорим с Аллой Борисовной Семёнышевой. Она заместитель директора проекта «Московское долголетие». Добрый день, Алла. Здравствуйте. Вы работаете в программе «Московское долголетие». Поскольку вы молодая и красивая женщина, хочу спросить, а для вас-то что такое долголетие? Это что? Это возраст? Или это взгляд на жизнь? Или это философия? Да, наверное, это и всё вместе, но, мне кажется, самое главное долголетие – это такой некий осознанный выбор человека и его желание и стремление дожить максимально долгий возраст в здравом уме, в твёрдой памяти, в хорошем физическом состоянии, экономически активном, ну и вообще таким, чтобы было жить интересно. И это в первую очередь дисциплина, когда вы говорите там «спасибо за комплимент, который вы мне сделали», конечно же, но я уже тоже уже приближаюсь к этому возрасту долголетия, так сказать. И я понимаю, что это в первую очередь дисциплина, когда ты понимаешь, что если ты хочешь дожить до 100 лет, то ты должен заботиться о своём здоровье, ты должен проходить обследование, ты должен взять под контроль свои хронические заболевания, ты должен правильно питаться. Понимаете, это огромный комплекс вообще вопросов, долголетия, который, ну вот нельзя таки одним словом сказать. Поэтому ещё раз повторюсь, это жизненная стратегия, осознанный выбор человека, жить долго и счастливо, и дисциплина. Мы сейчас говорим о долголетии, но ведь в само долголетие, в саму нашу длинную жизнь, даже после работы, упаковано очень много возрастов. Одно дело, ты закончил работать, перед тобой открывается жизнь, ты можешь танцевать, ходить в походы, заниматься детьми, найдёшь какое-то хобби. И другое дело, когда годы накапливаются, и там уже другой комплекс задач и проблем. С какими возрастными группами вы работаете? Как вы их для себя делите? Ну, у нас в проекте очень чётко видна сегментация, на самом деле. И вход в проект «Московское долголетие», он именно по возрасту. Женщина 55+, мужчина 60+. И мы видим, что вот 55+, человек приходит, у него совершенно другие потребности и интересы, чем у человека там 75+, да, 90+. У нас самому старшему участнику 97 лет. Ого. Да, вот он занимается онлайн, потому что уже сложно выходить из дома. Ну, слушает какие-то лекции, записывает. Но история в чём? То есть вот «Благолетие» вроде как, знаете, люди старшего возраста. А люди старшего возраста... Это кто? Да, это 3 миллиона человек-москвичей, которые вообще совершенно разные. Кто-то ещё ходит на работу, кто-то женится, кто-то рожает, кто-то ещё молодые какие-то родители. Ну, серьёзно, это же абсолютно разная история. Сейчас возраст такой, что и в 60 лет человек может найти себе молодую жену и стать молодым отцом. У нас какие-то вообще вот эти возрастные стереотипы, они настолько стёрлись, что в целом вот нельзя сказать, вот он такой, он разный. Москвичи разные. И в Москвичи старшего возраста тем более разные. 55 плюс у нас, например, в проекте есть вообще своя школа моделей «Королевская осанка». И мы очень часто делаем показы там модных коллекций. Вот недавно у нас на форуме в Гостином дворе тоже прошёл такой модный показ. И кажется, зачем? Зачем женщине совершенно не модельной внешности идти вот в эту школу «Королевской осанки»? А это совершенно другое ощущение себя. То есть вот мы на глазах видим, за 6 лет, пока я работаю в проекте, мы на глазах видим, как люди приходят, и они меняются. Вот она пришла в «Королевскую осанку». Действительно, та самая «Королевская осанка». Она стала ходить ровно, она несёт себя. Она поняла, что ей нужно худеть. Она пошла на курсы нутрициологии, начала правильно питаться. Она вставила зубы, вставила грудь. Понимаете, и женщина меняется на глаза. Даже грудь. Ну, конечно, у нас вот есть, например, такая, знаете, звезда проекта. Она сейчас успешная коммерческая модель, которая всю жизнь проработала там, не знаю, в газовой отрасли, что-то там ремонтировала, технику какую-то. И вот пришла в школу «Королевской осанки», научилась, и сейчас востребована коммерческая модель. Это один путь развития. Второй путь развития. Мы же многих участников просто, знаете, лично знаем, да. Вот недавно открыли для себя женщину. Ей 90 лет. Она занимается танцами в проекте «Московское долголетие». Она всегда приходит на каблуках на 11-сантиметровых. 11-сантиметровых. Вот недавно мы её пригласили поучаствовать в нашей фотовыставке. Сейчас у нас, кстати, к дню старшего поколения открылась фотовыставка на Тверском бульваре и в Екатеринском парке. Можете посмотреть. И у нас наши участники, мы просто их, знаете, вот поместили в такие футуристические декорации форума «Москва-2030» и сделали из них такие вообще совершенно молодёжные образы. Вот эта вот женщина, Валентина Семёновна, она стала диджеем. Представляете, 90-летняя женщина. Она на съёмку пришла, она диджей. Она говорит, что у неё был недавно партнёр по бальным танцам, которому 67 лет. Ему стало тяжело с ней танцевать, она поменяла его на 45-летнюю. Понимаете, разные люди. Но понятно, что есть те, которые одинокие, которые приходят в Центр Московского Долголетия на целый день просто для того, чтобы ну, хоть как-то вообще найти какой-то смысл жизни. И, конечно, задача такого огромного городского проекта, как Московское Долголетие, предложить вообще те услуги, что ли, сервисы, которые будут востребованными разными целевыми аудиториями. И в целом любой человек у нас в проекте найдёт что-то для себя. То есть это огромная экосистема, которую просто надо взять и сделать первый шаг, и не бояться этого, и что-то поискать, что интересно будет именно вам. Мы сейчас рассказывали об этих двух замечательных женщинах, и всё время говорится слово «она, она, а что с мужчинами?» Это такая тема. Мы всегда говорим, что Московское Долголетие это такой женский проект, потому что 85% участников проекта – это женщины, а 15% – мужчины. И вот, ну, не знаю, мы долго изучали эту историю, с чем это связано. Не идут или просто по чашу? Тут, знаете, вот есть несколько факторов, да. Во-первых, конечно, мужчины изначально, у них продолжительной жизни меньше. Во-вторых, конечно, мужчины, они как-то, что ли, какие-то внутри вот это ощущение, что, ну, нет, ну, я же молодой, там и всё такое, работают очень многие мужчины, конечно же. Ну, а потом вот такая история есть, что у нас, если женщина пришла в проект, если она замужем, то она с большой вероятностью приведёт в проект своего мужа. Но, с другой стороны, мы видим, что, например, женщины ревнуют своих мужей. Действительно, есть такая история, что мужчина приходит и сразу становится эпицентром внимания других участников. Ну, вокруг него действительно прям образуется, знаете, такая воронка. И жёны часто ревнуют. Но это всё опять очень индивидуально. То есть это вот я вам рассказываю просто те случаи, которые мы знаем и которые мы чуть-чуть исследовали там на каких-то разных наших опросах, фокус-группах. Мы это видим. Но вот прям говорить, что это прям совсем такая массовая тенденция, наверное, не стоит. Но в целом, я думаю, что мужчины больше, конечно, заняты своими делами, работой, потому что они всё-таки обеспечивают должны семью. И те мужчины, которые к нам приходят, они больше занимаются там, знаете, такими историями, как бильярд, например, шахматы. Ну, то есть такая вот немножечко пассивная история. Но есть и активисты наши. Мы их тоже всех знаем. Буду, наверное, ещё сегодня о них рассказывать. Вы сказали, что более трёх миллионов людей пожилого возраста в Москве. Ну, это официальная статистика, да. А в вашей программе какое количество людей охвачено? Вы знаете, у нас за шесть лет, пока проект существует, с 2018 года, больше 600 тысяч человек, они так или иначе соприкоснулись с нашей программой. Но такой костяк, который регулярно ходит, посещает занятия, это где-то в районе 300 тысяч. Понятно, что есть сезонные оттоки летом, когда многие уезжают на дачи, и тогда немножечко снижается посещаемость. Есть пиковые посещаемости вот сейчас, например, да, когда действительно все центры открыты, все приходят, занимаются, учатся, ищут новые профессии. У нас даже можно получить диплом о переподготовке новых профессий. У нас есть в проекте «Серебренный университет», который действует на базе двух московских вузов. И, собственно, люди, которые еще чувствуют в себе силы поработать, они могут получить там профессию новую, например, получить диплом, который позволяет работать и гувернером, и няней, и цифровым тьютером. Ну вот я про образовательные программы хочу немножко позже спросить. Хорошо. А сейчас просто мы в целом о программе, о самой программе «Московское долголетие». Философия программы, то есть все это затеяно для чего? Чтобы люди дольше жили, чтобы они дольше себя чувствовали важными и нужными. Вот какое философское ядро? Вы знаете, когда проект создавался, он прям так и назывался «Пилотный досуговый проект для москвичей старшего возраста «Московское долголетие». Но потом, когда мы начали уже развивать этот проект, мы видим, что, конечно, он, мягко говоря, недосуговый, он оздоровительный. Потому что мы в 2019 году еще, еще до пандемии, вместе с геронтологами провели такое большое исследование и поизучали разные категории москвичей. Взяли участников проекта, которые регулярно ходят, и взяли обычных людей, которые в том же самом возрасте, но не посещают занятия проекта. И мы увидели, что вот наши участники, они, знаете, активнее, у них сила мышц больше. Вот по всем этим гериатрическим тестам они сильно отличаются от тех, кто не посещает занятия. И наши опросы показывают, что все видят оздоровительный эффект. И вот когда, знаете, мне говорят там, вон, бабушки танцуют. Чего там бабушки танцуют? Я говорю, знаете, это не бабушки танцуют, это вообще снижается нагрузка на московское здравоохранение. Потому что когда, как вы говорите, бабушки танцуют, они развивают память когнитивной функции мозга, потому что нужно запоминать сложные ПА. Они развивают координацию, которая позволит им, в свою очередь, не споткнуться, не упасть, не сломать шейку бедра и не превратиться в лежачего пациента. И они повышают своё эмоциональное состояние. Просто позитивный настрой на жизнь. Мы много же общаемся со всякими учёными, с геронтологами, с психологами. И они говорят, что вот этот позитивный настрой, вот это вот целеполагание, вот эта установка на жизнь – самый главный фактор долгожительства. Потому что если у человека этого нет, если вот он бубнит, всё плохо. Моя жизнь уничтожилась. И вот видите, сколько за этим всего стоит. И действительно, философия проекта, она и в том как раз заключается, чтобы благодаря вот этим постоянным регулярным занятиям люди оздоравливались, они поддерживали свою физическую форму, они развивали когнитивные функции мозга, сделали профилактику возрастных заболеваний, потому что мы знаем, что мозг – это та же мышца, которую надо качать. Элементарное разгадывание кроссфордов, изучение английского языка. Любые задачи для мозга, чем сложнее, тем лучше ставьте, и тогда мозг будет работать, и вы не заболеете Альцгеймером, там, деменцией и всё остальное, да. Но и позитивный настрой. Вы сказали, что вы в этой программе с самого начала, вот уже почти что 6 лет. Да. На ваш профессиональный взгляд, вот то, с чего вы начинали, и то, чем вы занимаетесь сейчас, вот ваша аудитория, те люди, которые всё время с вами, вы видите в них какие-то изменения в пожилых москвичах? Ну, конечно. У нас есть статистика, что порядка 20 тысяч человек, они с нами в проекте вот с первого дня. Вот прям, ну, у нас же есть там своя комплексная информационная система, и мы видим, кто с какой интенсивностью посещает, куда ходит, какие занятия самые популярные, что востребовано, и видим, в какой момент человек записался и ходит. Так вот, действительно, те люди, которые с первого дня в проекте, они вот, ну, они даже внешне изменились, понимаете? То есть, вот, ну, они стали одеваться по-другому, они стали нашими амбассадорами, в хорошем смысле этого слова. Вот недавно мы тоже записывали одну женщину, она говорит, господи, ведь никогда ведь такого не было в Москве-то, ведь кто-то сидит ещё, а мы всё сидим, прозябаем дома, да идите, там, говорят, с людьми просто волшебство происходит. Вот на самом деле это волшебство происходит. Ну, то есть, вот на наших глазах, я не знаю, вот я лично была на двух свадьбах наших героев. Да вы что? Кто с кем поженился? Ну, вот у нас есть ещё одна героиня проекта, Светлана. Если она меня услышит, Светлана, привет. Мы с ней большие друзья и в ВКонтакте, и везде она мне пишет сообщения. То есть, вы даже лично общаетесь? Ну, конечно, ну, потому что это уже сообщество людей, единомышленников, которые, вот, ну, объединены одной общей идеей, грубо говоря, да. И у нас одна миссия действительно популяризировать вот эти принципы долголетия, говорить о том, что не надо бояться, надо приходить, надо делать, надо преодолевать свои стереотипы, страхи, у всего получится. Так вот, если возвращаясь к Светлане... К свадьбе. К свадьбе, да. Она рассказывает о том, что у неё умер муж. И она говорит, что вот я, говорит, просто поняла, что всё, моя жизнь кончилась. Ну, то есть, я просто вообще даже не понимала, что мне дальше делать. Потому что, действительно, у них была такая, ну, как вот она рассказывает, такая очень дружная семья, они очень долго жили вместе. И вот он умирает. И она в какой-то момент просто, ну, думает, ну, ладно, схожу, посмотрю, что там, да. Что в дом не сидеть? Да, что в дом? Ну, то есть, пойду. Кто-то её вытащил, видимо, подружки или кто-то. И вот она пришла. Раз сходила, два сходила, три сходила. Вроде что-то начало получаться. Потом её заметили. Потом она стала петь. Потом она участвовала в конкурсе на... Мы создали в проекте вокально-инструментальный ансамбль, который так и называется в «Московской долголетии». Вот он выступает уже на разных площадках общегородских. Пошла на кастинг, победила. Стала солисткой нашего вокально-инструментального ансамбля «Московское долголетие». Два раза уж встречалась с Сергеем Семёновичем, с мэром, потому что, ну, понятно, что мы приглашаем уже каких-то людей, да, на встречу уже понятных, нам известных. Нашла там себе своего поклонника, Александра Чернова. Он прям стал её ждать с концертов, с цветами всегда. Вот надо видеть, как вот они выступают, например, на сцене. А вот он стоит, и прямо вот с какой любовью он на неё смотрит. И вот он всегда на неё с этой любовью смотрел. В прошлом году на форуме урбанистическом был такой день свадеб, когда все женились. И вот они поженились там на первой полосе нашей прекрасной газеты «Московское долголетие». Их фотография висит. Ну, и таких историй, на самом деле, ещё много. Понятно, что вот из таких историй складывается история проекта, и они наши такие вот, ну, звёздочки, которыми мы гордимся, и которых мы, понятно, что везде о них рассказываем. Я уверена, что очень много таких историй. Ну, ещё свадьба одна была, да, там был такой флешмоб «Невеста». Даже так? Да-да-да, но это ещё до пандемии, в 19-м году ещё было. Вот как раз про пандемию хотела спросить. Наверное, для вас это стало таким вот ударом, да? Потому что огромное количество пожилых людей, и все по домам. Ну, это даже не то, что удары. Это такой, знаете, такой управленческий вызов. Потому что, конечно, наша целевая аудитория оказалась первой в группе риска. И, конечно, они первые были отправлены на самоизоляцию. Ну, то есть, скажу вам честно, то есть мы в какой-то момент думали, а не закрыть ли нам проект? Ну, потому что, ну, куда я не пойду? Да. Но потом, я просто давно занимаюсь историей с онлайн-школой, я говорю, ну, нет, закрывать не надо, нам нужно переводить его в онлайн. Я помню тот момент, когда я всем рассказывала, нам нужно переводить занятия в онлайн, нам нужно переводить занятия в онлайн. А мне говорили, да вы что, у нас там даже и нормативно-правовая база не позволяет это делать. Да вообще, да кто там будет заниматься? Да как они подключатся? Да вообще у нас, да вы что, пенсионеры же вообще не умеют гаджетами пользоваться? Все умеют. Мы провели опрос, 70% наших участников активно пользуются интернетом. И правовую базу изменили, и все. И мы перешли в онлайн. И, по сути, создав нуля вот эту новую, вот этот онлайн-сегмент в проекте «Московское благолетие». Вот даже по окончании пандемии, то есть у нас пиковые моменты пандемии, где-то порядка 70 тысяч человек занималось в онлайне. И даже по окончании вот этих ограничений это направление все равно остается востребованным, потому что, ну, цифровой мир, он никуда не девается, да. И людям очень удобно дома заниматься. И все онлайн-школы, онлайн-сервисы, они тому пример, и они показывают, насколько онлайн-образование сейчас востребовано. И поэтому вот этот онлайн-сегмент в проекте «Московское благолетие», он остается, и он достаточно популярен. И люди имеют возможность даже, например, летом, вот я как говорила, многие уезжают на дачу, и они даже на даче продолжают заниматься в проекте «Московского благолетия». Слушают лекции, гимнастику. Вы знаете, как у нас там была такая садовый фитнес, да? Да. Ну, шутили мы, когда с граблями, можно просто делать упражнения, находясь на своей грядке, как говорится. Вот, поэтому так проект развивается разными способами. Москва входит в тройку лидеров по продолжительности жизни. А от чего она зависит? Это продолжительность жизни. От системы здравоохранения, от экологии? Ну, конечно, это многофакторная история. Вот как говорят, что только 50%, а по некоторым данным 30% – это генетика, ну, то есть продолжительность жизни, а всё остальное – это образ жизни и условия жизни. И, конечно, если в начале века там, не знаю, продолжительность жизни была ну, в два раза меньше, там, 40 лет, да, доживали, потому что не было ни лекарств, ни питания, условий жизни, грязь элементарная, да. Условно, вот мы недавно изучали вопрос, ну, когда вообще государство задумывалось впервые о долголетии, да? И вот в начале века программы долголетия, они были в первую очередь связаны с тем, чтобы люди элементарно соблюдали правила гигиены. В начале века какого? Наш, 20-го. Да, 20-го, не 21-го. И вот эта история «Мойте руки перед едой» – это всё, на самом деле, пропаганда долголетия, потому что очень много людей не доживало там до 40 лет, просто элементарно умирали там, я не знаю, от какого-нибудь кишечной, ну, каких-то кишечных инфекций, ещё что-то, да. И вот, конечно, это многоуровневая история. А следующим шагом в осознании долголетия? Следующим шагом – это был уже советский строй, когда на самом деле была пропаганда, если вы помните вот эти все зарядки утренние, да, правильный образ, так называемый ортебиоз, когда у тебя правильный режим твоей жизни, когда ты обязательно должен пойти в отпуск, ты обязательно должен отдыхать, у тебя должны быть выходные, у тебя должна быть производственная гимнастика, когда вот вы работали, вставали. То есть это всё тоже факторы, которые так или иначе способствовали продолжительности жизни советских людей, да. И вот тоже я просто сейчас увлекаюсь уже этой темой, покупаю книжки какие-то старые про долгожительство. И там на самом деле прямо читаешь, и как советский строй, но советская власть, она гордилась, то есть она представляла повышение продолжительности уровня жизни как достижение советского строя, да. Ну это же экономический фактор. Ну то есть мы понимаем, что там люди переезжали в города, там появлялась промышленность пищевая, да, там начали создавать какие-то другие вещи. И вот всё это влияет. И, конечно, сейчас, когда мы живём, ну у нас медицина, ну лучшая в мире, да, в Москве я имею в виду. У нас технологии развиваются так, что ты там на ранних стадиях можешь поймать любую болезнь, ну только главное ты приди, проверься, да, приди, в лотерейной тебе лет купи, как говорится. Вот. Конечно, у нас питание совершенно другое, уж фермерские продукты, правильное питание, и такое, и сякое. Конечно, у нас совершенно уже другой образ жизни, и учёные говорят, что в целом, вот в текущей ситуации вполне себе возможно, что люди будут доживать до 120 лет. И это уже не какая-то там фантастика или ещё что-то. Это вот уже просто развитие медицинских технологий, развитие там пищевых технологий, образ жизни. Вот эта исцеляющая среда, как говорится в Москве, которая создаётся, которая тебя просто волей-неволей заставляет заниматься спортом. Ты нет-нет, да и возьмёшь, на велосипеде прокатишься. Нет-нет, да и на роликах, на самокате. Это же всё физическая активность, понимаете? То есть, по сути, среда городская, она сама формирует вообще вот это как бы приятное отношение к здоровому образу жизни. Вы посмотрите, ну, я не помню, раньше в парках вот чем люди занимались. Шашлыки ели с пивом, да? Ну, понимаете, да? Вот я помню, когда мы пришли в парк Горького, я была из тех людей, кто заходили как раз и причастны к трансформации парка Горького. Вот мы туда зашли когда, но это же был ужас там, не знаю, ну, то есть пиво и шашлыки. Вот самое главное развлечение. Из развлечений одна лавка, да, как вот мы говорим. Поэтому, конечно же, всё это очень сильно влияет на наш образ жизни. То, что в Москве произошло вот с городской средой, с развитием парковой истории, с развитием медицины. Ну, то есть это просто такой огромный вклад вот в наше качество жизни, которое действительно вот оно со временем мы заметим вот этот результат, вот те поколения, которые сейчас уже вот этим пользуются, грубо говоря, да, и с молоду пользуются. Не то, что вот мы уже там в 40 лет уже там какие-то хронические заболевания, и ты вдруг решила заняться спортом. Конечно, это тебе поможет, но когда ты ещё молод, и ты занимаешься спортом, и ты каждое утро, я не знаю, ездишь на велосипеде по прекрасным паркам, набережным, то, конечно, у тебя больше шансов дожить там до 80. Недавно мы тоже с Еленой Малышевой снимали большую программу для нас, и она говорит, ну, вы же знаете, что глаза связаны с мозгом. И если глаза видят красоту, значит, в мозгу вырабатываются эндорфины. Это гормоны счастья, и, соответственно, человек становится счастливым волей-неволей. То есть это такой химический процесс происходит. Поэтому я и говорю, что надо больше ходить по московским красивым улицам, тогда будете счастливы. Да, по паркам, потому что глаза видят красоту и вырабатывают эндорфин. Поэтому это всё взаимосвязано, знаете. Да, но есть и другие вещи, от которых мы тоже никуда не можем деться. Есть страх возраста. Он есть. Мы от него не можем уйти. И есть депрессия, чего говорить, когда человек оказывается, например, он всю жизнь работал и остался без работы, и впереди у него, ну, понятно, какую картинку он себе рисует. Вот как вы работаете с этими вот, ну, социальными вызовами, потому что как не прекрасен московский парк, а человек приходит домой, закрывает дверь, и оказывается один. И, как говорил герой одного известного фильма, никто не знает, о чём думают люди по ночам. Вы, наверное, знаете. Ну, мы, конечно, не можем забраться в голову каждому участнику, но, конечно, история про московское долголетие – это, в первую очередь, история про социализацию человека. И, как говорят врачи-геронтологи, действительно, одиночество – это самый главный враг долголетия. И, конечно, вот вся наша инфраструктура городская и весь наш проект, он направлен ровно на то, чтобы вытащить человека из дома, чтобы его социализировать, чтобы он получал новые знания, чтобы он мог знакомиться с людьми, а не запереться, как вы говорите, вот в четырёх стенах, да. И вот если возвращаясь к пандемии, вы знаете, вот это как раз вот наш был такой вызов, что когда мы работали, чтобы человека вытащить из дома, а потом нам нужно было сказать наоборот, чтобы он сидел дома. И вот это как раз действительно проект развернулся на 180 градусов. И, конечно, вот весь проект, он ровно об этом. И человек, когда приходит в московское долголетие, ведь он волей-неволей знакомится со своими соседями, со своими учителями, преподавателями, со своими лидерами клубов, сотрудниками центров. И количество социальных связей у него расширяется просто в разы. И действительно, вот сейчас проблема вообще стресса, депрессии, это одна и вообще такого ментального благополучия горожан в широком смысле этого слова. Это, конечно, одна из важнейших задач, потому что, конечно, мы живём в глобальном стрессе. Что уж говорить, да. И история с ментальным здоровьем, она вот сейчас действительно выходит на такое приоритетное направление. И вот недавно Анастасия Владимировна Тожиракова в интервью своём говорила, это наш куратор проекта «Московское долголетие» в правительстве Москвы, она говорила, что действительно нужно развивать такие программы, которые бы сохраняли когнитивное и ментальное благополучие москвичей старшего возраста. Ну, она не только про старший возраст говорила, про всех, но мы, соответственно, про старший возраст говорим, да. И у нас в проекте очень много существует программ таких, где психологи разбирают различные жизненные ситуации, да. Вот человек приходит и говорит, у меня там с внуком не ладится, у меня там муж умер, что мне делать, у меня там страх ещё чего-то, да. Это индивидуальные занятия или групповые? Нет, это групповые занятия, но они построены именно на каких-то таких часто встречающихся случаях, да, то есть когда разбирают случай одного человека, и люди могут на его примере понять, а как бы он справился с этой ситуацией. И, по сути, вот знаете, это иногда даже заменяет такую вот прям психотерапию, грубо говоря, да, когда вот эти групповые занятия, типа психологии, где действительно профессиональные педагоги рассказывают о каких-то особенностях возрастной психологии, потому что действительно, конечно, очень много разных жизненных ситуаций, там и внуки наркоманы, и дети не звонят. И вот сейчас, в новом сезоне, действительно, и в новой сети центров Московского галетия вся эта тема будет активно развиваться. То есть это следующая ваша задача? Ну, это как бы такой, знаете, проект же развивается, он не стоит на месте. Вот разные периоды нашего существования, есть разные задачи. Вот первый был период такой, вот знаете, громко заявить о себе. Потом, значит, собственно, была пандемия. Потом мы возвращались из пандемии. Мы развиваем Центр Московского Долголетия. Целая сеть ведь в городе. А сколько их? 134 сейчас. Да. Ведь, по сути, в 19-м году не было такого вообще понятия, как Центр Московского Долголетия. Вообще, это новый формат социального учреждения, который масштабировался, тиражировался, и вот сейчас практически центры есть в каждом районе. А что там происходит в этих центрах? А в этих центрах жизнь происходит. Долголетие куётся в Центрах Московского Долголетия. Это центры, по сути, это такие, знаете, комфортные площадки, куда человек может прийти, ну и, собственно, найти себе единомышленников, заняться тем, что ему конкретно интересно. То есть, центры, они создаются по единому стандарту. Ну, это как клуб. Это даже как каворкинг, я бы даже сказала. То есть, это инфраструктура, которую жизнью наполняют люди. То есть, условно, они создаются по единому стандарту. Там есть, например, оборудованная студия, кулинарная. Там можно делать кулинарные мастер-классы, собственно, что и происходит. Там работают кулинарные клубы, которые что-то обмениваются рецептами. Например, есть мастерские. У нас там можно заниматься живописью, можно вязать, можно что-то мастерить своими руками. Очень много у нас мастериц в проекте, которые вот недавно, это тоже одно из приоритетных сейчас направлений, мы будем помогать людям хобби превращать в свой бизнес, потому что очень многие это делают, они делают, и у них уже, знаете, такое перепроизводство, я это называю. Все это вот лежит, они не понимают, куда это деть. И сейчас мы будем помогать людям. А вы знаете, как это сделать, да? Ну да, сейчас вот разрабатываются различные механизмы у нас в партнерах и сделаны в Москве, и Сбер, и вот, соответственно, в день старшего поколения у нас прошел первый маркет в главном офисе Сбера. Начинаем потихонечку эти шажки делать, чтобы людям помочь, там кто-то ложки делает. Ну, понимаете, да, много же всяких мастеров, на самом деле, которые дома сидят, что-то делают, и не понимают, что с этим дальше, и копятся, копятся. А есть люди, сейчас уже очень большой запрос. Знаете, вот есть такая история, что когда по мере темпов развития цифровых технологий людей все больше тянет к хендмейду и к чему-то очень такому, знаете, душевному, теплому, сделанному руками. Вот на этой волне, я думаю, что сейчас попробуем вот эту историю продвинуть. Мастерские. Здесь спортивный зал. Я тебе возвращаюсь описывать наши центры. Да-да-да, что там есть? Вдруг вы уже упустили, да, линию моего разговора. Ну, так вот, там, значит, есть и спортивные залы, и музыкальные. И в целом, человек, когда приходит, когда он может записаться в клуб и может создать свой клуб, потому что, ну, среди участников проекта «Московское долголетие» есть немало тех, кто, ну, вообще-то, не знаю, профессора, учителя какие-то английского языка, которые... Есть чем поделиться. Да, есть чем поделиться. И на самом деле, вот еще одно наше недавнее исследование, оно показывало, что у людей очень большой запрос на вот эту передачу опыта, потому что, конечно, они все люди, которые... Это 60, да? Ну, ведь они создавали город, они послевоенные какое-то время, да? То есть они формировали Москву, и многие были причастны, я не знаю, там, к полету Гагарина в космос, к каким-то научным открытиям. И, конечно, вот этот неоценимый опыт участников, он... Они хотят им делиться, они хотят об этом рассказывать. И вот наши клубы и наши площадки центров «Московское долголетие», они дают такую возможность делиться вот этим бесценным опытом участников проекта. Во время форума фестиваля «Территория будущего. Москва-2030» выступал Александр Аузан, декан экономического факультета МГУ, и он говорил о том, что та страна, которая первая поймет, чем загрузить людей от 80 лет, она сделает очень большой рывок в экономике. Причем женщин, женщин, он сказал. Женщин, да, он говорил как раз об старушках, правда, честно говоря, пример, который он привел, не очень жизнеспособный, потому что он говорил о том, как хорошо воспитанная англичанка учит манерам и жизни в Лондоне мигрантов. Не уверена, что это наша история, но вот то, о чем вы сейчас рассказываете, фактически, это именно попытка решить вот эту задачу. Я правильно вас понимаю? Ну, она, конечно, такая, знаете, не массовая, скажем так, она очень точечная, потому что, конечно, если человек хочет прям этим заниматься и прям создавать свой бизнес, да, то есть это все равно определенные условия, то есть надо зарегистрировать самозанятость, надо там, ну, как-то шевелиться, что-то смотреть вообще, а что в мире происходит, то есть, ну, понимаете, да, то есть это все-таки тоже определенная работа, и понятно, что массовая она не станет, но я совершенно согласна с Аузаном в том смысле, что ведь у людей очень много времени, и они на самом деле готовы что-то делать, но они просто не понимают, что. Ну, конечно, ходить на восьмичасовую рабочий день уже, наверное, здоровье не позволит, да, ну, просто уже тяжело, там, ехать куда-то, все, вот уже, наверное, сложно, но условно, знаете, как это в своем старом анекдоте, борду-то я сбрей, а ум куда девать, да, вот это умище-то куда девать, вот этот вот ценный опыт, который у них есть, тоже, вот знаете, нащупываем какие-то истории, например, мы с музеями делали такую коллаборацию, когда наши участники становились создателями авторских каких-то продуктов музея, да, то есть условно, ведь, например, в Царицыно, ведь люди, которые живут вокруг Царицыно, они помнят, что там было, ну, до того, как его восстановили, да, как там висело белье, как там лежали люди, у них есть фотографии, как они там играли, то есть они, по сути, они уникальные носители вот этой истории Москвы, которая в какой-то момент, ну, как-то вот раз и не нужна никому, да, или вот у нас, например, участница есть, но она даже не участница, она, знаете, как она уже, даже как наш преподаватель, она бывший диктор телевидения, и она всю жизнь прожила на ВДНХ, она говорит, я помню, как появилась табличка, здесь будет там выставка народного хозяйства, или как она там называлась, да, в свое время, и вот понятно, что мы пытаемся как-то локально, точечно вот создавать такие маленькие продукты, но вот как это там поставить, большие этих людей, да, то есть они становятся с участниками создания музейных продуктов, аудиогиды по Царицыну, по району Хамовники, где там музей Корина находится, художник очень известного, да, они ведь с ним общались, они с ним встречались, он жил по соседству с ними, понимаете, и вот, конечно, вот такие точечные, какие-то локальные истории у нас возникают, но вот как в глобальном смысле, в промышленном масштабе, как вот говорит Аузан, это сделать, мы пока не знаем, хотя, может, и не надо, может, действительно нужно развивать такие вот какие-то сегменты, маленькие истории, которые... Я бы хотела еще раз вернуться к Москве-2030, потому что среди спикеров там же первая эта дискуссия была как раз о ментальном здоровье, и выступал Александр Каплан, лауреат Госпремии, человек, который занимается в нашей стране нейрокомпьютерными технологиями, и Татьяна Владимировна Черниговская, которая сказала, зачем, помню, как мы смеялись, зачем вам здоровье коленка, если у вас мозг не работает? Вот, именно, и Каплан неделю назад был вот здесь, в нашей студии, мы как раз тоже вспоминали эту историю, и в финале всех этих выступлений как раз говорили о том, что образовательные программы невероятно важны именно для здоровья мозга, и поэтому какие у вас образовательные программы, куда вы движетесь, и на что спорос? Ну, начнем, наверное, с самого распространенного нашего направления, это иностранные языки, у нас 10 иностранных языков можно изучать в проекте, начиная с английского, самого распространенного, и заканчивая японским, арабским, видим большой интерес к китайскому, да, это бесплатно, все можно. Потому что языки-то везде платные обучения. Конечно, я вот тоже хожу на платные, но вот скоро, наверное, уже пойду в московское долголетие, всем советую. Вот, конечно же, образовательные программы, связанные с лекциями, партнерами нашего проекта являются более 20 московских вузов, включая МГУ, и, вы знаете, в МГУ, вот эта большая аудитория, где вот такая прям студенты все сидят, и вот наши студенты, тоже серебряного возраста, очень любят эту аудиторию и слушают лекции об истории, об истории России, об истории государственности, об истории искусства. Вот это очень тоже у нас востребованное направление. Литература, стихи, литературные клубы многочисленные. У нас очень много, знаете, внутри поэтов, которые пишут стихи. Каждый второй поэт нашего проекта хочет написать гимн проекта. Ну, это все история. Ну, как бы можно иронизировать над этим, но человек складывает слова в рифмы, и у него в этот момент в мозгу происходят новые нейронные связи, и это бесценно. Компьютерные технологии, что еще, что забыла? А вот задача какая? Учиться для того, чтобы, что называется, голова работала, или действительно есть желание узнать что-то новое, нарастить, так сказать, свой интеллектуальный потенциал и как-то его применить? Вы знаете, у каждого разная ведь мотивация, каждый по-разному приходит. Вот, например, тот приходит, вот всю жизнь хотел. Вот, ну, некогда. У меня дети были, внуки, работа, а вот сейчас как раз то самое время, когда я понимаю, что мне нужно, вот или сейчас, или никогда, как говорится, да? А история про образовательные программы, то есть вторая часть образовательных программ, это та, которая позволяет получить новую профессию. Вот я же начинала говорить о Сребренном университете, он действует на базе двух вузов, Синергии, Московский государственный, городской педагогический университет, и там больше 30 различных программ, то есть, например, Синергии делает какие-то совершенно современные программы, веб-дизайн, создание сайтов, фото, какая-то история, то есть в педагогическом университете сделан упор именно на педагогические профессии, то есть когда уже, ну, там, женщины, мужчины старшего возраста могут стать наставниками, нянями, гувернерами, и они получают эту профессию, они получают диплом установленного образца, и это позволяет им выходить на рынок труда уже, сертифицированные специалисты. А вообще хотят пенсионеры работать, скажите? Вы знаете, конечно, хотят, а почему не хочет-то? Потому что ведь история про работу, это история, во-первых, про твою экономическую независимость, да, потому что тот же самый Узан говорит, что вы, говорит, хотите дожить до 100 лет, а вы знаете, на что вы будете жить? Ведь это сколько, сколько вам денег-то нужно для этого, чтобы дожить до 100 лет, понимаете? Да страшно сказать. Да, поэтому, конечно, история про работу, это история про экономическую самостоятельность, и вообще про самостоятельность, про автономность в глобальном смысле этого слова, потому что чем дольше человек остается автономным, имеется в виду, что не нуждается в посторонней помощи, тем, конечно, у него больше шансов как-то развиваться и жить дольше. Поэтому вопрос в том, что кем работать, и сколько работать, и сколько за это получать. И действительно, когда вот, если возвращаясь к Узану, то он ведь говорил очень важную вещь, не маргинальное занятие для пенсионеров, а именно какое-то интеллектуальное, потому что там вот смотришь, когда рынок труда, предложение уборщица, смотритель, ну, понимаете, кассир. Сторож. Да, сто. Ну, то есть это, по сути, ну, как бы человек, там, я не знаю, бывший профессор МГУ, вышедший на пенсию, конечно же, он, верно, не будет рассматривать для себя такие вакансии. Или будет себя чувствовать несчастным на этой вакансии. Ну, да, да, да. Или будет чувствовать себя несчастным. Поэтому, конечно, вот история про именно интеллектуальное использование людей и мозгов старшего поколения. Мы знаем, что пожилые люди вообще-то любят лечиться. Может быть, не любят лечиться, но они с большим вниманием относятся там. Вот сейчас надо принять эту таблетку, а вот какой-то новый препарат появился. И тоже некоторое время назад в этой же студии мы разговаривали с Алексеем Борисовичем Даниловым. Он завкафедрой нервных болезней Сеченского института и руководитель проекта «Экология мозга». Он говорил, что он работал с московским долголетием и, в частности, разрабатывал программу такого активного движения для пожилых людей. И он говорит, что вот хуже таблеток ничего нет, вот только здоровый образ жизни. По здоровому образу жизни что предлагаете? Ну, я тут насчет, не буду спорить, конечно, с великими умами насчет таблеток, потому что иногда, конечно, и таблетку нужно выпить. Главное, чтобы это не превращалось в культ, не превращалось вот в панацею. Конечно же, сейчас современная медицина, она развивается таким образом, что, в первую очередь, это профилактика, что не нужно доводить себя до каких-то таких критических состояний, когда тебе уже нужна медицинская помощь. И вот эта превентивная медицина, это вот, ну, за этим, как бы, сейчас, мне кажется, насколько я могу понимать и насколько я вообще наблюдаю, я не профессионал в этой сфере, за этим будущее. У нас для здорового образа жизни, собственно, созданы все условия. У нас больше 50 видов спорта, которыми можно заниматься, и самые популярные, это, наверное, скандинавская ходьба, да, потому что действительно, вот мы, знаете, по сути, говорим о том, что с появлением проекта Московской Катгалетии в городе развернулось вот это вот движение северной, скандинавской ходьбы, по-разному она называется, но суть одна, когда люди ходят с палочками с определенной техникой, потому что это самая простая история, это не требующая никаких специальных, в общем-то, условий. Взял палочки и пошел, и хорошее настроение, и коллективная история, да. И она, по сути, очень полезна именно для людей, у которых там может быть проблема уже с суставами, понимаете, там, с ногами, там, какие-то различные заболевания, и она, скандинавская ходьба, она дает нагрузку практически на все мышцы, вот 90% мышц задействованы, когда вот человек занимается этой историей. И плюс еще, знаете, на свежем воздухе, вентиляция легких, кровообращение, ну, понимаете, да, то есть мы, на самом деле, за каждым движением смотрим на то, а как это вообще влияет на человека, что это ему дает. Вот мы с департаментом здравоохранения, в общем, ну, очень плотно сотрудничаем по реализации этого проекта. И в самом начале пути мы еще создали такой, знаете, справочник активности, когда врач, по сути, может на приеме, терапевт может рекомендовать занятия проекта «Московское долголетие» при той или иной нозологии. Вот, например, если человеку нужно разрабатывать мелкую моторику рук, как вы думаете, что он должен делать? Вязать. Вязать, бисероплетение, рисовать, да. Поэтому, конечно же, у нас есть вот эти все творческие активности, которые, еще раз повторяю, что это не развлечение. Это именно вот, ну, как бы системный подход к своему здоровью, к своему организму. И ты понимаешь, что если тебе это нужно делать, то ты идешь и вяжешь. Ну, я не считаю тех, кто это просто, кого это просто хобби. И, ну, это тоже польза, потому что хобби – это цель, это эмоции, это позитивные эмоции. Популярная ходьба. Какой топ видов спорта у вас? Гимнастика, причем под словом «гимнастика» мы подразумеваем самые различные виды гимнастики. Это и йога, и цигун, и, там, не знаю, суставная гимнастика, и здоровая спина, и нейрогимнастика, когда, вот, знаете, там нужно разными руками делать разные упражнения, все это развивается. Дальше что у нас? Настольный теннис. У нас во всех центрах московского долголетия есть теннисные столы. И у нас, знаете, вот в тех же самых сокольниках в центре московского долголетия, я знаю, одна пара, они не муж женой, они просто, вот, партнеры по теннису. Они ставят какой-то там собственный рекорд, не знаю, там, 365 дней играют подряд в теннис. У нас, знаете, как проект устроен? То есть у нас вот есть сеть из 134 центров московского долголетия, они по всему городу находятся, практически в каждом районе, как МФЦ, да, вот. И у нас еще есть более 1300 партнеров проекта, это организации-поставщики, так называемые, которые тоже на своей площадке проводят занятия для старшего поколения. И человек может как в клуб ходить, так и записаться на занятия вот к этим внешним поставщикам. А среди них как раз и парк Сокольники, где на площадке парка Сокольники проходят занятия скандинавской ходьбой, танцы, уже упомянутые мной МГУ, где проходят занятия, лекции по истории государства, искусству. Тот же самый музей ГУЛАГа, который в этом году в честь года семьи открыл новое направление генеалогии. Мы считаем, что изучение своих корней, это вообще-то очень сильно влияет вот именно на свою гордость семейную такую, да, укрепление семейных связей. И вот они там копаются в генеалогии. Музеи, библиотеки, дома культуры. То есть в целом по городу больше трех тысяч площадок, на которых можно заниматься московским долголетием бесплатно. И надо только выбрать, собственно, что тебе хочется. И зайти в Центр Московского долголетия, записаться в проект или записаться на портале МОСРУ. У нас есть специальная страница на портале МОСРУ слэш Эйдж. И там, собственно, сервис онлайн-записи в проект. Можно не выходя из дома, повыбирать, поискать, пофильтровать это по району. В каждом районе это все есть. По направлению, по занятиям. В общем-то, это достаточно очень просто. У каждого возраста какие-то свои задачи. Вот мы знаем, да, есть время учиться, есть время заводить семью, есть время там осмыслять жизнь, которую ты прошел. Вот тот период, который мы называем долголетие, он для чего? Это философский вопрос. Мы тоже много дискутировали на эту тему, знаете. А зачем долго жить, да? Вот зачем? Вот мы все говорим, надо жить долго, надо жить долго. А зачем? Это, я думаю, что каждый человек отвечает по-своему, в зависимости от его какой-то внутренней энергии, каких-то жизненных установок. Но я считаю, что это время, когда нужно заниматься собой. Потому что вот всю жизнь мы как-то живем для кого-то, вот, да, вот ты живешь там для детей. А тут впервые в жизни ты начинаешь думать, а что я хочу? Вот ты впервые в жизни начинаешь разбираться в себе и ковыряться в себе, и открываешь какие-то вещи, которые позволяют тебе, условно, в зрелом, таком, в мудром возрасте совершать те самые открытия, что-то делать такое, чего ты, будучи молодым, никогда даже до этого не додумаешься. И, по сути, вот этот такой возраст зрелости, мудрости и принятия очень важных и ответственных решений, разобравших в себе. То есть встреча с собой, фактически. Встреча с собой. Ну, вот это я так думаю, мне кажется. А что вам лично дает общение вот с пожилыми людьми, с людьми, которые имеют такой большой опыт в жизни, которые столько прожили, столько видали, столько знают? Ну, это личный вопрос. Я скажу про себя. То есть, конечно, работа в проекте Московской локалитии абсолютно изменила меня. И пример людей, когда в 80, в 90, они живут активной жизнью, они занимаются чем-то, они увлечены, у них горят глаза. Это пример, который вот лично для меня вообще вот изменил внутреннее ощущение жизни. Я впервые вообще начала разбираться в себе. Я пошла заниматься музыкой, которую я бросила во втором классе вообще всю жизнь. Вот у меня вот этот был незакрытый гештальт. Ну, как же я бросила заниматься музыкой? Мне было так жалко. Но мы поругались с учительницей, она мне поставила двойку, несправедливо, я обидела. Сказала, ну, вот знаете, вот это вот детские, вот эти поступки, которые, как разращаясь к предыдущему вопросу, взрослый человек никогда так не поступит, да? Бросить музыку, бросить занятие, которое тебе нравилось. Обидевшись. Обидевшись, да? Это история вот именно про осознанность, про встречу с собой, про то, что ты можешь уже спокойно вообще принять свои недостатки, свои сильные качества. И ты не смотришь вообще, как это оценят другие. Это какое-то вот внутреннее ощущение свободы, да? Да. Если у тебя этот момент совпадет с тем, что у тебя еще хватит силы на реализацию, это как раз вот уже история про то, что долголетие начинается сейчас. И возвращаясь к нашему разговору, что чем раньше каждый человек задумается вообще о своей жизненной стратегии, о каким он хочет быть в 70, а где он хочет быть, как он хочет встретить этот прекрасный возраст, и что он для этого делает уже сейчас, вот история про это. Спасибо огромное, Алла. Друзья, с вами был подкаст про большой город. Занимайтесь спортом, читайте книги, учите языки, живите долго и слушайте наш подкаст на всех ресурсах, на которых вы слушаете свои любимые подкасты. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Продолжение следует...